Этот лёд не таял с ноября 2012 года и по решению оргкомитета не растает до конца Олимпиады. На катке Адлер-арены сборная России по конькобежному спорту на чемпионате показала лучший результат за 17 лет. Две золотых и две бронзовых. И теперь здесь, как в музее, без бахил на лёд не пускают. Создать хороший лёд мало. Это лишь половина успеха. Вторая половина – это правильно за ним ухаживать. Как хороший газон. Специальное отражающее потолочное покрытие позволяет в 10 раз снизить передачу тепла от крыши на лёд. Поддерживать микроклимат здесь довольно непросто. Подобные стадионы обычно располагаются в Высокогорье. Сочинский комплекс мало того, что в низменности, так ещё и вблизи моря – высокая влажность. На помощь пришлось звать прямых наших соперников из Голландии. Голландцы взяли на себя очень непростую задачу. Это очень непростая задача – соединить и воплотить в жизнь проект именно ледовой дорожки и системы отопления, кондиционирования воздуха и, в принципе, микроклимата. Не удивительно, что и трибуны здесь покрашены в оранжевый – национальный голландский цвет. Хотя нас уверяют, что это случайное совпадение. По задумке дизайнера, оранжевый цвет – цвет праздника. Трибуны будут зрительски заводить специальный диктор, потому что их будет несколько. Один будет именно объявлять спортсменов, а второй будет создавать атмосферу праздника. Приоткрывают нам секреты не только организационные, но и конструкционные. Например, удар о борт происходит с дистанции на полной скорости, фигуристу почти не страшен. Стойка крепления просто подвинется. Он рассчитан на удар с той стороны, и сами по себе маты свободны. Для сохранения поддерживающего режима на Адлер-арене сегодня работает 200 человек. Чтобы покрыть 6000 квадратных метров поверхности бетонной плиты льдом толщиной в 3 сантиметра, требуется огромное количество электроэнергии. У меня под ногами настоящий слоеный пирог. Технология следующая. Сначала пол выкладывают трубками с холодогентом, после чего их накрывают арматурой и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты около 10 сантиметров. Потом плиту медленно-медленно разгоняют до состояния минус 10-12 градусов. И уже только после этого, следующим этапом, начинают наращивать медленно-медленно несколько слоев льда толщиной полсантиметра. И следующая стадия – это уже этап покраски и нанесения разметки. Финальный этап – намораживание сверху еще 3,5 сантиметров льда. Поэтому это только кажется, что я иду по окраске. На самом деле я скольжу по льду. А вот сосед Адлер-арены на электричестве экономят. После тестовых соревнований и лед айсберга пришлось растопить. Говорят, не все спортсмены остались довольны. Сейчас готовятся к новой заливке. На Олимпийские игры будет приготовлен специальный Олимпийский лед. Сейчас Олимпийский лед готовить или нет? Еще тоже проверочное. Сейчас пока, по моей информации, пока нет. То есть эти вот тренировочные соревнования пройдут, и будет принято решение оставить этот лед или делать его вновь. И лед, и пламень сошлись в Александре. Помимо работы, на любительском уровне занимается хоккеем, а теперь готовится нести Олимпийский огонь. Он факелоносец на этапе в Магнитогорске. Сам родился в Челябинске. Работает в Сочи. Олимпиада объединяет. Только на заливку фундамента ледового дворца Айсберг ушло более 18 тысяч кубических метров бетона и 1943 тонны арматуры. Стоимость всего объекта превысила сметную в два раза. А вот на конькобежном центре Адлер-арена даже удалось сэкономить. Относительно немного, около 120 миллионов рублей. После окончания Олимпиады оба конькобежных дворца теряют свой профиль. Айсберг, правда, остается верен спорту. Его переоборудуют под велотрек, убрав трибуны. А вот Адлер-арена превратится в крупнейший на юге России выставочный зал. Из Сочи Алексей Лемаев, Светлана Листова, Денис Дубовиков, Денис Гришечко, РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова